Здравствуйте, друзья, мы снова в месте, но сейчас вы увидите не вебинар. Вебинар сегодня 23, вебинар будет 25-го. Это не плановый фильм, связанный с различными обстоятельствами. Сейчас мы с вами от неосторожной фразы будем спасать Николая Скорбегова, моего искреннего старинного друга. А почему я упомяну вебинар? Дело в том, что именно здесь, на вебинаре, я хотел рассказать эту историю. Для Савидича, для спиратки, для тех, кто пойдет моим путем и заработает много-много друзей. Тогда я сказал себе, не буду вебинара, это такое, знаете, это учеба, это общение, письма, комментарии, вот, пусть будет это отдельный фильм. Вот он. Почему? Еще раз говорю, будем спасать Николая Ивановича. Вот. Но, как я к этому шел? Готовил фильм. Вот. Много интересного. Споры, комментарии. Видите? Вот до первого момента я отошел. Видите, персик уралиц. 42 градуса якобы. Но уралиц вот он якобы. Вот. Вот. Генетика не позволяет персика 42 выдержать. А гибриды, это уже не персики. Значит, что это? Вот. Сказать ложь, обидеться. Вот. Доказательств нету. Продают санкции. Ладно, это я опять. Вот санкции продают. Об этом поговорим. Якобы из Мечуевска. Вот бы дойти к отцу. Где в Мечуевске это создали? Где там огромный сад, чтобы вот таких объемов. Это тоже мы проходили. Дальше я собрался говорить о лучших садоводах страны. Вот. Это уральские. Это гордость. Это мои друзья. Искренние. Благородные. Вот. Ну, лишний раз поклонимся Путинкову Игоревичевичу. Вот. Вот он сам в сетре. Третий справа, третий слева. Вот. И получается. Гении долго не живут. Вот. И шло все своим чередом. Ценейшее наблюдение. Вот. Вы поверите? Вот видите? Да. Действительно. Действительно. Никогда. И не было ни до того, ни после того. У меня на абрикосах и на грушах. Три. Никогда. Кроме того случая, когда они росли посреди черного пара. То есть, не было дёрна. И вот. И вот такие вот видеонаблюдения. Чёткие, однозначные. Видите, красу выделяю. Вот. Это должно войти в учебники. Потому что ненависть к дёрну такая же, как ненависть к деревьям, которые якобы все дойдут на планете неправильно. Вот. Это обычный разбор полётов. Каталок пополнился. Вот. Бесценные чередки, которые вот эти уже в костре. Бесценные. Вот. А сколько мне говорят. Мы приедем, можно ли мы у вас это, купим урожай. Я горжусь тем, что я не продал ни одного килограмма. Ой, один раз в жизни этих 10 ведер сварога продал. По 200 рублей. Ну, был грех. Уже сколько гныть было. Всё-всё проехали. Глета темы. Вот. Взял себе, трудно этому воевать, взял себе в, как их назвать-то, в сообщники самого Андрея Туманова. Ну, кто не знает Андрея Туманова? Вот. Это я буду говорить на вебинаре. А дальше та же самая учёба. Идёт страшная борьба с деревьями. Страшная борьба. Вот. Взял себе в сообщники самого Апсинского. Южный садовод. Вся агротехника для Юга. Колеч. Вот. Вызывает страдания. Делает пытки. Вот так и привлечет слово пытки. И тогда будете с урожаем. Вот. Южане не страдают, как мы. Ну, речь идёт о деревьях. А с северянам не хватает... А, с северянам не так. Это людям. Не хватает главного понимания. За счёт короткой жизни деревьев. Вот. Это будем проходить. И это будем проходить. Великие глупости. Как уничтожать деревья. Не сразу, но постепенно. Вот. Мои доказательства. Вот. Обрезка на концу. Вот теперь мы приближаемся к истине. Это и есть то самое, ради чего этот фильм, назовём это чрезвычайный фильм. Сейчас я посмотрю, идёт ли запись. Ага, запись идёт. Вот. Дальше женщина приводит страшные вот эти вот фотографии, которые как раз и говорят, что вот это вот, это вот и делать нельзя. Ну, откуда это дать-то? Поладая. Вот и обрезка на кольцо. Она как раз против... За обрезку на кольцо, но фотографию как бы приговор сама себе. Ладно. Это мои доказательства. Есть обрезка на кольцо, есть страшная рада. Нет? Смотрите справа. Вот. Есть пенёчек, и всё в порядке. Дальше будут ещё доказательства, ещё доказательства. С помощью обрезки на кольцо, уничтожены, помогли. Пришёл страшная болезнь бактериальный рак. Мы его так называли. Вот. И случилось страшное. Обрезка помогла, и сотни тысяч яблок были уничтожены. Ну, это уничтожение абрикосов, само собой. И это... Мы подходим к главному. Вот. Мы подходим к главному. Это всё для лимитара. А это к Курнёвову мы ходили, мальчик говорит. Да, это вот дядя Валера абрикосов. Да, ой, как подоносят. А вот я не обязан был мне верить. Итак. Приступаю к главному. Зачем это чрезвычайный фильм? Только ради пользы лезу в эту грязь. Вот. Значит, комментарий под моим фильмом. Там, где я эту женщину ругал, за то, что она... Да, действительно, и слов не выбирал, потому что она учит так сотни тысяч людей, ссылаясь на то, что она кандидат наук. Ну, молодая. Никогда не выращивал деревья, да и гиммель. Это явно. Судя по её внешности. Вот. Молодые учёные. Пользуются только информацией из книг, от преподавателей. Итак. Значит, человек пишет так. Памилию назвать не буду, даже имени не буду. Вы проигнорировали мой комментарий. По телефону назвали дебилами и Чернобаева, и Курнюбова, и других, кто делает обрезку до конца. Вот. Публично, смелости сказать не хватает. Я много с чем не согласен. То есть, он утверждает, что... Да, публично я не говорил, потому что я их никогда не называл, ни Курнюбова, ни Чернобаева дебилами. Вот. Тем более, не то, что публично, я его по телефону не говорил. Мне пришлось сказать ему, он, нет, сказали. Я говорю, я клянусь. И дальше я сказал, кем я клялся. Сами понимаете, кем. Вот. Он заколебался. Вот. А потом сказал, это смысл ваших слов. Это, то есть, я не говорил. Это, оказывается, смысл. Обрезка до конца смертельная, оскорбили меня, а я сейчас говорю, что обрезка до конца смертельная. Понимаете, мы ему отцу отрезали ногу по пах. Прям пожег под на живота. Ну, дебят. Вот. Вот после этого еще пожил. Вот. Это несколько месяцев страшных внух, и он умер. Понимаете? Это смертельная была обрезка ноги, или не смертельная. Она может быть растянута. Некоторые живут несколько лет. Кому-то по колено отпиливают дома. Кому-то стопу отнимают. Вот. Если человек должен был жить 80 лет, а прожил 40, это смертельная рада. Это я про людей. То же самое и деревья. Деревья очень... Надежные деревья. Деревья очень... Как сказать-то... Выдушные у нас невероятные. Этим пользуются. И существует обрезка специальная, в том числе, на концу, ради приближения плодоношений. Вот так и режет черноба. Смотрите. Сейчас пойдем дальше. Вот он, наш герой. Он... Я ему звоню. Нет, я не обиделся. Вот. Меня тоже пытались убедить, что Железов это оскорбляет. Нет. Все в порядке. Вот. Я еще пытался успокоить оппонента. Ну, все нормально. Мы Железов друзьями, будем друзьями. Но это не все. Смотрите. Я сейчас покажу вам десяток фотографий своих людей, которых я богатворю. Томси-сеченка, который в данном случае нарушил дружбу и сделал... Как это называется? Сделал клеветическое заявление, что я назвал Курмимова, Чернобаева, дебилами. Так вот. Это страшная вещь, потому что мы сейчас перейдем к Курмимову. Знаете почему? Потому что у него был инфаркт, а этот человек не знал. И он похоронил жену. Вот. Ему только вот не хватало так, чтобы друзья ему оказались предательными. Нет. Оправдоваться он не стал. Так слегка. Ну, так, значит, ну, я слишком эмоционален. Вот его последний аппарат. Вот. Конечно, перед Курмимовым, передо мной никогда извиняться не будет. Он слишком такой, как бы его назвать-то, самолюбивый. Есть такие... Кстати, себе вовред. И вот, пожалуйста, Чернобаев. Один из последних серьезных садоводов в Сибири. Нас все меньше и меньше. Вы знаете, как мог бы я его позвать, если я его позвал, когда у меня была целая команда семинаристов. Я проводил семинар, я сказал, а это же не один день, три дня, я сказал, значит, Дмитрий Дмитриевич, приезжай, вручай, помогай. Вот, пожалуйста, вот он есть. И с тех пор, и до сих пор, знаете, у нас как, значит, по абрикосам, наверное, я первый, по сливам тотаром Владимир Александрович первый, вот, с которым я тоже превосходной степени всегда говорю, по персикам, по яблоням, по грушам первый Чернобай. Вы представляете, я говорю, что первый Чернобай, никакой зависти. Ну, подумаешь там, что большинство черенков с Моево сада перешло, но выросил то он, вот, видите как. А вот теперь смотрите еще. Я воспользовался этим фильмом, чтобы показать мои отношения. Сейчас будем говорить обо нескольких людях, а потом я подробнее скажу про Курдюмова подробнее и с огромной восхищением, с огромной благодарностью. Вот, почему? Из-за ученых кругов на тот момент вот только от меня признавали. То, что он был Доскабилов, кандидат наук, значит, Байкова, Галина Николаевна, кандидат наук, и выпускник Теберязевки, Теберязевской академии, вот, значит, ученый-агроном, официальное название, звание, название, вот, Николай Иванович Курдюмова. Вот, всем весь мой круг, так сказать, высшая, как называется, это можно назвать, высшая лига. Итак, вначале я покажу людям, которых я боготворю, и попробуйте узнать, так как я никогда, ни о ком, ни одного плохого жизни к Богу не говорил, ни об одном, никогда. Попробуйте угадать, кто здесь оклеветал меня и Курдюмова. Итак, перед вами гость наш, так, Николай Иванович Курдюмов, Галина Николаевна Байкова, и ее супруг Александр, царство его небесное, прекрасный был садовод. И вот они у меня в гостях, другой день, я сейчас скажу, чуть-чуть про Курдюмова, другой день, почему, я вспомнил вот эту грушу, приезжает телевидение с Абакана, как я его, это, как их называют, соблазил телевидение, я позвонил в Абакану, республиканский телеканал, и говорю, значит так, значит, вы что-нибудь про Курдюмова слышали, вот, и надо же нарваться до человека, который знал Курдюмова, я говорю, вы знаете, этот великий писатель, садовод, я в гостях, здесь рядом, Красный Ход, Ашушенский район, сейчас приедем, не сейчас, в смысле, завтра приезжаем, приехали, дальше была такая сцена, вот эта груша, посадили здесь, он еще тогда пожался, ему трудно стоя говорить, а это прошло 10 или больше лет, да, больше 10 лет, где-то 11-12, чтобы у него болят ноги, его посадили на мою табуретку, под эту грушу, и вот, потом, это, съемка, и вот, его первые слова, подтвердить сейчас не могу, это же смотрела вся Хакасия и половина Константинского края, значит, братцы, сказал Николай Иванович, я объехал весь свет, я знаю, наверное, больше всех, вот, вы знаете, ну, такого, как здесь, я не видел, когда, вот, вот это его фраза, вот это да, вот это, как после этого я могу его подставлять, как после этого, он же ко мне, к Железову приехал, в неделю жил, потом подробнее, а пока, давайте, я думаю, так, а покажу я вам самых знамечательных, тут среди них есть выдающиеся, просто люди с огромным опытом, выдающиеся в плане, что они достигли то, чего, ну, не может наука достичь, просто направление другое, ну, пошли по разному путям, вот, пожалуйста, вот, Байкал, пожалуйста, великий Байкал, видите, вот, он носит звание заслуженный агроном России, но, так же, как и Желинов, и это самое, и Латинков, в общем-то, так, в общем, фактически, это, ушел из жизни непризнанным, а это семья Жестовских, из Байли, великолепнейшие садоводы, я приезжал к ним, я фильмы снимал, я фотографии делал, я Курдюмова к ним привозил, вот, это семья, вот, это садоводы, вот, знаете, кто это, это мой друг, Чижик, Николай Иванович, это, чудо-садовод, несколько сортов, и благодаря ему, вот, знаете, как, не было бы его сейчас сувенира востока, в Сибири бы не было, если кто-то их предает, то это ясно, Южный Саджинец, на который прилепили бирку, я 10-20 назвали, раскрутил, вот результат, вот, а результат такой, значит, от него несколько веточек сувенира ко мне, а от меня пошло, 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 и сейчас есть тысячи деревьев, а только по Сибири, только по Сибири, а где он выписал, на Сушенской станции Воронежской области, вот, только это уже его сделало выдающимся, потому что это как, помните, как говорил кто-то, по-моему, Шекспир, не помню, Тося, мы, карлики, достигли вершин, потому что стоим на плечах гигантов, вот они, наши гиганты, ребята, и я это повторяю, спорите, двадцатый, тридцатый, сотый раз, вот, Сибкасов, уникальный садовод, что мы о нем знаем, да не был у него 10 лет, я еще, слава богу, что я хоть помню адрес, вот, живой, ничего не знаю, да не я этим должен заниматься, приезжает к нему один ученый, рассказывает его жена, ой, забыл, как зовут, Раиса, что ли, Раиса, приезжает, она рассказывает, ой, 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 увидел ее на рынке, когда она вот этими абрикосами торговала, выпросил адрес, приехал, дождался зимы, попросил срезать несколько веточек, короче, давайте так, пропускаю часть рассказа, говорю ее последние слова, если он еще появится, я возьму грабли, и эти, так, все, рассказ окончен, вот, великий садовод, Владимир Степанович Бородич, я к нему приехал, ой, не могу еще долго, пусть это будет на вебинаре, вот, вот он, видите, без рук, от сада, богорода, все самое, это он с моим персиком, вот, Бертьяевский, Адольф Александрович, чудо садовод, ну, все это для вебинара, вот, рядом с великим, сам великий, Боддер, оставляю, почему, я сейчас подвожу вас сюда, вот, приезжали ко мне, вот эти, ну, Бойкова, это, я уже сказал, я ее называю, один из основателей, сайногорского феномена, потому, что сады, с ее, субботинского, ученого сада, потоком шли, в сайногорске, заполняли, по первости, когда людям земли давали, те самые сады, и тогда на рынке появились, яблони, груши, вот, слива, это все ее, ну, железо, Сергей, скромно, в сторонке стоит, мой сын, а вот эти два, самых человека, Тотаров и Филиппе, они заполнили сайденцами, уже, как бы, вторая волна, Бойкова постарше, вторая волна, они настолько, принесли такую огромную пользу стране, это невероятно, невероятно, это, это же дальше пошло, понимаете, человек на рынке, везет, в Акан, скачет, Костяковск, приехал, ага, вот они на рынке, яблоки, груши, и Тотаров стоит со своими этими сливами, грушами и так далее, вот, и тут же сажается, куда, и повез, в Ужур, повез в это, Кемерово, ну, рынок, знаете, что такое, рядом, автовокзал, буквально в метре, вот это и есть, это наша действительность, вот, я уже все, про них уже, фамилии назвал их всех, все пропускают для вебинара, и вот что получается, прошлой неделе на Южном Урале, это письмо я получил, по некоторым районам Башкирии, шибанул бороз, люди в местных группах, хвастались фотографиями градусников, на которых было минус 50 градусов, это не я, все эти средства на кольцо, которое за сезон-то не заживает что-то, как они там после минус 50, это не я, это не я еще раз, и вот человек пишет, это такая редкость, потому что, и Курдюбов, и я был, я был этот самый, как называется, а клевет, он у Курдюбов был оскорблен, я надеюсь, что он этого не знает, вот, а человек, который твердит, что это благо, что это, что совершенно не влияет обрезка на кольцо, вот, а вот это человек, который на моей стороне, кара и камень защищают от резкого перепада температуры, древесину, это я в научной, литературе, что я не сам придумал, защищают, а то получается, раду замазывал этим самым, клеем там, этим, садовым варом, теперь все это, вот, и он на моем стороне стал, когда ведущая из Беларуси, девчонка обыкновенная, вот, которая действительно учит тому, чего в России не должно быть вообще, ну, а дальше вот ее учеба, вот, это про это, я тогда написал, это для вебинара, по всей стране замерзают миллионы деревьев, уважаемый компонент, вот, и обрезка на кольцо, так звучит, предельно урожает, только за счет сокращения срока жизни, вот, дальше я ссылаюсь на Курдюмова, теперь только про Курдюмова, и так, и так, и так, и так, ну-ка, сколько минут, мы проговорили, я не посмотрел, а вдруг уже устали, давайте тогда тоже, часть здесь, часть на вебинаре, и так, однажды, Курдюмова, мою статью, а рядом статью, Курдюмова, и они настолько разные, разные, заметьте, я не сказал там, губительные, что, ну, вы бы уже выбрали что-то одно, вот, она говорит, ну, не знаю я, а я пользовался, а я пользовался тогда таким диким спросом, у меня есть, я тогда одновременно, меня 15-20 журналов и газет печатали, и Москва, и Питер, и областные, всякие, вплоть до Сахалина, вот, это было, это времена такие были, вот, сейчас этого нет, интернет меня съел, и уничтожил, за счет того, что теперь я не лидер, а один из тысяч, и утонул среди этих самых страшных советов, а тогда, она меня тоже, соответственно, уважала, печатала каждый, каждый номер, я, говорит, поговорю с Курдюмом, на что она могла ответить, звонит, и знаете, что она мне сказала, я поговорил с Курдюмом, Курдюмом сказал, что Железо, в один из моих учителей, ну, тут я, конечно, растаял, вот, а дальше, кто кому первый позвонил, началась дружба, вот, апофегей, как-то, апофегей, апофегей дружбы, был, когда он мне приехал, мы печатали, мы вместе статью готовили, вот, шло очень плохо, но ведь, наверное, всегда в спорах рождаются, если это, на третий, четвертый день, без конечных споров, он просыпается, утром заходит на кухню, я пью чай, варяю, я сейчас все брошу и уеду, если вы хоть чем-то не уступите, вот, видите, слово почва для дерева, дерево для почвы, это моя фраза, так вот, почему я так говорю, значит, приведу только, так, давайте я сейчас это, пусть это будет вторая серия, знаете, почему, ну, потому что, это тяжело, кому надо, тот уже понял, что мы с Курдюмом друзья, вот, и что вот тот товарищ меня очень здорово подставил, в принципе, я уже свою задачу выполнил, вот, Курдюмов, выдающийся садовод, Курдюмов, встал на мою сторону, видите, вот, и убедясь с ним нет оснований для того, чтобы спорить и оскорблять друг друга, человек выдумал разговор, якобы, я ему это все сказал по телефону, потом неуклюже оправдывался, вот, я надеюсь, Бог его простит, и мои слова все-таки скажу, клянусь Богом, не упоминал я Курдюмова, вот, вообще не упоминал, и в мыслях не держал, а так как он мог, и мы могли передать, или сам он может следить за моими публикациями, у него сейчас не хватало только этого, после того, когда он получил инфаркт, и у него большая семейная трагедия, вот, вот, это будет первая серия, а сейчас начнем вторую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok